Правила переписки с мужчиной в интернет. Особенно у женщин, у которых жизнь такая какая-то тяжелая, сложная. Сложный человек, все у нее плохо? Фу! Ой, какой прекрасный день! Я сегодня целый день улыбалась, солнышко так светило, птички так пели. Тянуть всю семью на своих плечах, работать на трех работах, пахать как лошадь, это зазорно. Это зазорно. А писать мужчине первое иногда, это не зазорно. А зачем я переписываюсь? А какая цель переписки? Да нет, это не я трачу свое время, это мужчина какой-то неопределенный. Нормальный мужчина передо мной или ненормальный? Серьезный или несерьезный? Есть у него какая-то увлеченность делом? Или почему у него 24 на 7 куча времени для переписки? Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И прежде чем мы перейдем к этой г***щипательной теме, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. И не пересылай его подружкам, иначе эти все секреты будут узнать все твои подружки. А зачем тебе это? Первое правило. Такое банальное, но такое сложное, особенно для строгих женщин, особенно для уставших женщин, особенно у женщин, у которых жизнь такая какая-то тяжелая, сложная. Они живут где-то в городе, где не часто светит солнышко. И это правило называется очень просто позитив, позитивное настроение, позитивное мышление. Эти правила касаются неизвестно от того, может быть ты переписываешься с мужем, который в командировке или который на расстоянии, какая-то у него там работа, должность, может быть он моряк. Или же это переписка на сайте знакомств, или это переписка в инстаграме, или это переписка там с мужчиной, с которым вы где-то познакомились, и сейчас вы общаетесь через интернет, он живет либо в твоем городе, либо в другой стране. Позитивное мышление. То есть, когда женщина начинает ныть, жаловаться, ой, как все плохо, как все сложно, какой день, какие люди дебилы, какие еще кто-то там плохой, собачка непослушная, котик сильно мяукает, вот такое недовольство, негатив, нытье, сложности. Вы знаете, такой уж сложный человек, все у нее плохо? Фу! И это привлекательно лишь для таких же мужчин, для таких же нытиков, для таких же, которым все сложно, все плохо, лишь бы кому поныть. И знаете, в чем прикол? Нытик ищет нытика, потому что ему же нужно с кем-то вместе поныть и найти соучастника таких же мыслей. Лучше выходи из этой игры и следуй простым правилам. Это не значит, что нужно говорить, ой, какой прекрасный день, я сегодня целый день улыбалась, солнышко так светило, птички так пели, знаешь, вот до такого утрирования. Нет, просто, ну, как минимум, не должен быть какой-то негатив вот этой тяжелой энергии. Следующее правило переписки с мужчиной называется взаимность. Да, конечно, вы считаете, что мужчина завоеватель, завоеватель-разгадыватель загадок, и он должен вечно писать, возле, отбивать закрытые двери, отбивать закрытые, там, стены. Нормальный, я считаю, мужчина, и нормальный вообще человек, и я вам советую не вступать в отношения, где нет взаимности, и даже в мелочах. Я считаю, что переписка – это тоже, ну, некий элемент, в котором должна быть взаимность. Что я имею в виду? Сейчас объясню. Например, мужчина тебе пишет, там, привет, задает тебе какие-то вопросы, и ты ему ответила на вопрос, да, и ты понимаешь, что этот мужчина тебе потенциально интересен. Ну, задай ему тоже вопрос. Ну, не думай, что он должен тебе задавать вопросы, а ты тупо отвечать на вопросы. И вдруг он перестал задавать вопросы, значит, ему перестало быть интересной. Если тебе мужчина делает комплимент, блин, ну, поблагодари, сделай ему тоже комплимент. Если мужчина, ну, если он тебе, конечно, интересен, если не интересен мужчина, ну, не тракь на него время. Если он тебе задал вопрос, там, как прошел твой день, А ты ему ответил на этот вопрос, ну задай ему вопрос, а как твой день прошел, а как твои успехи. То есть должна быть взаимность. И что также элемент взаимности, это не надо тупить и брезговать иногда писать первый. Я не говорю, что ты должна завоевывать мужчину, вытанцовывать перед ним или же всегда писать первый. Я считаю, что это нормально иногда писать первый. И ничего зазорного в этом нет. А вот тянуть все на своих плечах, тянуть всю семью на своих плечах, работать на трех работах, пахать как лошадь, это зазорно. А писать мужчине первый иногда, это не зазорно. Это взаимность. То есть иногда он пишет первый, иногда ты напиши первое. Иногда ты пожелай ему первое хорошего дня, хорошего настроения, благополучия, любви и радости. Следующее правило, такое, знаете, тонкое правило. Как обычно в переписке бывает, мужчина инициирует встречу, то есть он говорит, давай встретимся, и вы там пытаетесь договориться о времени, и он говорит, давай встретимся, например, завтра или в какой-то день, а ты в этот день либо в это время не можешь. И ты ему отказываешь, типа, ой, слушай, там не могу в это время. И что делает большинство девушек подсознательно? Ну она отказала ему, и она думает, ну сейчас он мне предложит какое-то следующее время, или сейчас он мне в другой день напишет и скажет, ну давай сегодня встретимся. И хорошо, если это так происходит. Я тебе рекомендую использовать такое правило, если ты ему уже отказала, ну ты сказала, мне неудобно, ну сообщи ему тогда в следующий раз, когда тебе удобно. Или, а не так, знаете, ну давай мы созвонимся, спишемся тогда-то. Ну давай. Понимаешь, когда ты говоришь, созвонимся, спишемся, тогда непонятно, кто кому звонит, кто кому пишет. Я тебе советую, не настаиваю, просто, пожалуйста, попробуй, проверь. Особенно с нормальными мужчинами это круто работает. Например, ты говоришь, да, я не могу там в субботу. И ты говоришь, я могу там в четверг. Давай в четверг, окей, четверг. И, например, настаёт утро четверга или день. Ну напиши ему, скажи, что там Петя, Саша, Николай, привет. Сегодня вот как у тебя получается? Это нормально. То есть если ты мужчине отказала на встрече, иногда и самой проявить, ну после этого тогда самой проявить инициативу, когда вы встретите в следующий раз. И в этот день, возможно, даже напомнить о себе. Следующее правило. Важно понимать вообще в принципе, а зачем я переписываюсь? А какая цель переписки? А какая цель вот этого всего общения? Я чего хочу? Чего я ожидаю? И самое главное, не менее важное, когда? Например, ты можешь сказать, ну цель переписки, я хочу отношений с этим мужчиной. Целью переписки не может быть отношения с мужчиной, потому что между перепиской и отношениями еще большая пропасть. И там неплохо было бы повстречаться, пообщаться, сходить хотя бы на несколько встреч, хотя бы. Соответственно, какая цель этой переписки и когда? То есть, например, я считаю, что цель переписки, моя рекомендация, есть смысл следовать этому правилу, понимать, что цель переписки это встреча. Цель переписки это встреча. И себе тоже нужно ответить, а когда я хочу эту встречу? Соответственно, если ты просто переписываешься и не понимаешь, зачем я это делаю, я просто переписываюсь и на что-то надеюсь, когда на это надеюсь, неизвестно когда, скорее всего, ты тратишь свое время. И ты можешь сказать, да нет, это не я трачу свое время, это мужчина какой-то неопределенный. Обычно неопределенные мужчины притягиваются на неопределенных женщин. Потому что если ты сама знаешь, что чего я хочу от этой переписки, и когда я хочу, какой там крайний срок, тогда ты как бы мягко и спокойно можешь выставить свои границы. И не приучать мужчину к бесконечной переписке. Потому что если, опять же, если для тебя нормальная бесконечная переписка, то ты притягиваешь таких же мужчин, для которых нормальная бесконечная переписка, которые не приходят к действиям. Потому что нормального мужчины нет времени на бесконечную переписку. По этому признаку тоже можно, это может быть одним из звоночков. Нормальный мужчина передо мной или ненормальный? Серьезный или несерьезный? Есть у него какая-то увлеченность делом? Или почему у него 24 на 7 куча времени для переписки? Следующее правило переписки. Не брезгуйте, пожалуйста, фотографиями и видео. Сейчас мессенджеры, время мессенджеров, знаете, наших бабушек, дедушек такого не было. Может быть, даже наши бабушки и дедушки в какой-то степени нам могут позавидовать. Сейчас вроде бы переписка, вроде бы мессенджер для переписки. Но большинство девушек, ну и в Instagram переписки, это тоже там есть такая функция. Используйте, пожалуйста, не только тексты, используйте фотографии, используйте видеосообщения. То есть, ты написала там «Привет, хорошего дня» или «Привет, как день?» Ну, пришли фотографии, где ты улыбаешься, где светит солнышко, или не светит солнышко, а ты улыбаешься. Поверьте, вообще никто этого не делает. Я советую это делать. Или видео. Ну, понятно, что если ты проснулась еще не в лучшем виде, может быть, помято немножко, день был тяжелый, не обязательно прислать видео в таком виде. А уже, когда ты перевела себя в порядок, уже можешь прислать видео, как ты красивая, на позитиве улыбаешься и желаешь хорошего дня. И вообще, в принципе, если мы говорим про сайты знакомств, если мы говорим про Instagram страницы, целью которых, одной из целей которых это привлекать достойных мужчин, убеди, что у тебя есть со странички видео, где понятно, как ты разговариваешь, где понятно, какая у тебя энергия, где понятно, ну как ты себя там, ну как бы, знаешь, как можно тебя не в статике, в какой-то позе. И одна из причин, почему мужчины не действуют по отношению к женщине, потому что он видит фотку, ну ему непонятно, а что за этой фоткой. Тем более сейчас многие женщины научились, ну так плазировать, такие делают там фотографии, а в жизни совершенно другое. Поэтому, пожалуйста, не брезгуйте, используйте формат, в переписке формат фото и видео. А если мы говорим про анкеты на сайты знакомств и Instagram страницы, чтобы у вас были видео, где можно было понять, какая ты личность, какая ты женщина, какой ты человек в плане энергии, поведения, как ты разговариваешь. Это очень важно. И я считаю, что это также, и вам бы это тоже помогло, когда вы заходите на страницы мужчин. На этом достаточно правил, и можно еще столько же правил. Я думаю, что даже этих правил вам уже достаточно для того, чтобы улучшить вашу переписку, чтобы вокруг вас все расцветало. Если вам нужно еще больше секретов, взаимодействия с мужчиной, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где мы будем разбирать важные секреты, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, и как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11. Прямо сейчас под видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши в комментариях твои вопросы, которые помогут мне записать следующие полезные видео для вас.